Мы посетим несколько точек, где расположены вот такие вот табло. Там буковка «Р», загорается радиационный фон и показано значение. 16 табло, о которых говорит начальник отдела информации Балаковская АЭС Дмитрий Шевченко, расположены в разных частях Балаковского района. Обычно жители смотрят на них время, дату, температуру воздуха. Но наиболее внимательные граждане обращают внимание и на показатель радиационного фона. Специалисты выездной лаборатории, которые отправились в рейд по городу вместе с журналистами, замеряли данные именно по этому направлению. И цифры на табло, и на датчиках всегда совпадали. В среднем мы видели значение в 0,09 микрозивертов. Есть еще более хороший дистанционный способ. Не обязательно это табло идти смотреть. Оно есть на сайте russianatron.ru, куда собрана и истекается информация с датчиков вот этих вот, со всех объектов патронной России. Радиация всегда присутствует вокруг нас. От солнца, от природных материалов, от продуктов питания. Информация об общем радиационном фоне и появляется на информационных табло. Данные собираются на 22 постах. Например, фон возле камней, которые украшают общественные территории, немного выше, чем общий. Это обусловлено их природным происхождением. А вот большая ель, которая 30 лет росла на территории Балаковской АЭС и была пересажена в парк энергетик, имеет такой же радиационный фон, что и окружающая среда. Есть понятие, есть природное излучение, есть техногенное. Природное, в основном калий 40-й, радон, когда дождь идет сильный, сверху и вымывает водой из-под земли газ тяжелый, радон. Красная глина, кирпич красный, старый особенно, превышает какой-то там мизер, будем так сказать, на пару микрорегионов в час. По словам специалистов, даже в каждом живом организме существует естественная радиация. Об этом мы узнали, измерив фон котика, который сидел на крыльце. Человек существует, с радиацией часть процессов пищеварительных в организме невозможны без инфекционных распадов. Отсюда есть понятие естественной радиоактивности организма. Практическая часть экологического отчета Балаковской АЭС плавно перешла в теоретическую. Журналисты задавали специалистам вопросы, которые чаще всего поступают от жителей. Например, все знают, что прудохладитель – это технический водоем. Но представляет ли он реальную опасность для жителей, не совсем понятно. В этой воде по физическим основам не может присутствовать радиация. Потому что в конденсаторах турбин у нас вакуум. И если там возникает неплотность, труб крвется или что, то не среда из конденсатора идет в водоем, а наоборот из водоема к нам в чистую систему подсасывается. И таким образом загрязняет органика и прочим наш второй фонд. Специалисты отдела охраны окружающей среды тоже производят замеры безопасности пруда по некоторым параметрам. Ежегодно проходит экологический мониторинг фондов иноземных систем в районе расположения Балаковской атомной станции, где учитывается состояние водоема, охладителя, на водоросли, на все. Кроме этого, специально проводятся договора по обследованию на паразитарную породу и на биотестирование токсичных. Предоставляют те же квартальные протоколы. Мы отчитываемся в Нижневолгское бассейнное направление. Так что, если кого интересует, то все отчеты есть в отделе окружающей среды, протоколы замеров. И все это подробно. У нас это также открыто. Также проводятся мониторинги не только по показателям воды в прудоохладителе. Специалисты уделяют внимание и состоянию воздуха, почвы и многим другим направлениям. Отметим, что на охрану окружающей среды Балаковская АЭС направила в прошлом году 186 миллионов рублей. Подробный экологический отчет, составленный исходя из данных разных отделов Балаковской АЭС, можно найти в открытом доступе.